здравствуйте уважаемые садоводы с вами сад хризантем и мы сегодня будем рассматривать как можно укоренить черенки хризантемы разными способами в кассете стаканчиках в рюмочках тканевых общей площади и рассмотрим какой каком варианте черенки лучше дают корневую систему и быстрее укореняется сегодня мы поговорим о такой теме в чем лучше черенковать они потому что мне задавали вопросы как приняется хризантема в стаканчиках рассадных вот такое для салатов сейчас продается в продаже есть они очень удобные 100 граммовые стаканчики одноразовая посуда или тканевые продается на алик эспресси вот так вот по 100 штук они идут разные размеры есть нужно смотреть удобно тоже вещь но это одноразовые они того что вы наполнили его торфом поставили укоренили черенок и вместе с этим мешочком высаживайте либо в другой горшок либо в открытый грунт одноразовые стаканчики да неплохо но дополнительно нужно работа прорезать прорези делать обрезать до донышко ставить не совсем где-то бывает удобно потому что они круглые они мягкие и недолговечные максимум три года в основном два года все равно вы потом оттуда достаете черенок пересаживать и какую-то емкость либо также в открытый грунт стаканчики вы собираете они вас где-то хранятся летом пересыхают на третий год они уже лопаются и конечно вот если на то пошло больше всего мне нравится вот эти стаканчики во первых у них хороший дренаж прорези очень много по объему земли они такие же как и стоят граммовые стаканчики но смотрите когда вы высаживаете стопа граммовый стаканчик вы конечно дно делаете обрезаете но у вас есть шанс в нем не долить перелить надо контролировать постоянно важность таком стакане здесь же если вы высаживаете страха что вы его перельете нету и сами стаканчики очень крепкие это пластмасса который может служить вам несколько лет поэтому будем смотреть укоренять для эксперимента я беру один сорт коллимера оранж кстати вот про черенки если вы срезаете черенки и вот так вот его их ложите в пакет zip пакет вы можете даже в этот же день их не укоренять они великолепно сохраняются два три дня ну конечно тоже прохладном месте они будут себя очень хорошо чувствовать и на укоренение это никак не сказывается но бывает такое что вы либо большой объем либо вы режете на даче например а черенкуете дома если это весеннее черенкование конечно удобно взять вот таким вот образом не надо не воду их ставить ничего не как просто зип пакет закрыли срезали закрыли и когда у вас будет момент время не пересохшие не делаю вы их уже очеренкуете грунт итак начнем мы черенковать вот таких стаканчиков в одноразовую посуду во первых у меня это раннее черенкование поэтому поэтому я буду делать это вторую под пленку когда это будет весна уже более стабильное тепло конечно я эти стаканчики расставить могу покосить то перенки по любому мы должны убрать всю листву снизу очищаем корневин кого-то корневин у кого-то корни рост любой стимулятор работающий на образование корневой системы делом дырочку там черенок также поступаем и со следующими черенками обчищаем нижние листья можно если есть желание если вы видите что чуть-чуть подсох вот так на искать обрезать не знаю я так сильно не заморачиваюсь на искать или прямо я как-то был вопрос если на искать обрезать черенок он лучше укореняется или хуже укореняется не могу сказать потому что мы черенкуем очень много у нас массово черенкование в апреле идет и заморачиваться там с наклоном среза мы делаем это обрезали на ломали черенков корневины по кассетам мне кажется это роли никакой не играет по дугам это или это прямо обрезано черенок но опять таки это ваш выбор возможно у вас вот именно так получается лучше если вы делаете посмотрим вот эту вот за черенкую в этот стаканчик и посмотрим лучше это по дугам будет или нет для чего обрываются нижние листья чтобы не было подпревания все равно черенок стоит вы его поливаете дальнейшем он распустится а нижние листья могут подпредь и дать гниль вниз и в итоге у вас черенок пропадет все вот этот партию мы сделали сверху я обработаю либо любым системным фунгицидом желательно все-таки обрабатывать черенки я люблю работать свить такой препарат который именно на черенки от корневой гнили я набила стаканчики набила тканевые смотрите вот таком виде получается если брать как приходит пакете мне но не совсем как бы удобно с таким работать размером и плюс не знаю для кого-то может быть это приятно для меня все таки если он будет чуть-чуть компактнее приятнее будет и плю еще при том что я буду накрывать это пленкой если такой поставлю стаканчик мне будет очень не удобно поэтому я их слегка подвернула на 3 доброго и получились вот такие вот мешочки по объему они конечно мало ну немало для того чтобы образовался корень и высадиться этого достаточно но меньше чем например 100 граммовый стаканчик рюмочка их тоже я обрезала видите прорези сделал дренажные обрезала по емочку чтобы лучше ставить емкость что хочу сказать что здесь что здесь что пластиковая торф торф перлит и немного песка мы можем набиваем неплотно рыхлый видео даже есть места где нету пустота да это торфа вот вот да конечно но потом сядет но на самом деле это как раз сыграет на то что корневая система черенка будет дышать продолжаем по той же системе листики убираем можно не делать дырочку у кого-то ну скажем так торт мягче черенки и крепче на данный момент я черенки взяла это у меня зимние они еще не совсем крепкий и как видите они маленькие но даже такие маленькие они укоренятся но и мне здесь нужны таким маленький как бы череночки для того чтобы накрыть пленкой было удобно сильно большие мне не нужны и опять-таки сильно крупные но не говорю что прям совсем совсем но очень сильно большие черенки они укореняются сложнее самый лучший черенок это наверное вот где то ну такого 5 6 7 сантиметров переростки нету обязательно нужно подписывать а учитывая что мы будем это накрывать пленка и поливаться очень хороший способ подписать можно на пленке не смывающимся маркером на таким бирочки поставить а можно на фольге каллимира оранж просто так вот вожу все я знаю что у меня вот это каллимира оранж у меня немножко не хватило по сорту хоть я хотел эксперимент сделать все на одном сорте но получается вот тут добавим тоже кустового хризантема блин к розовый принципе и по опыту этот этот сорт укореняется хорошо разница в них небольшая в укоренении смотрите меня черенки зимние поэтому не очень большие прям вот эти нижние листики видно что они были прямо по земле убираем нижние листья также и ставим пакетики суть этого эксперимента показать посмотреть в какой емкости лучше всего будет укореняться черенок кстати вот про листву я говорила что мы убираем чтобы меньше под привал черенок но также и убираем для того чтобы листва меньше забирала силу у черенка все-таки пока не укоренится питание идет через лист полностью обрывать лист нельзя но в то же время если мы не уберем лишнюю листву то испарение будет очень большое и черенок сложнее будет укореняться поэтому но умеренно все равно лишнее нужно убрать но не совсем прямо горечь и не забываем что первое время питание черенка питание полив все-таки идет через листовую пластину и поэтому если вы там захотите потом дальнейшем подкормить хотя вроде как бы не советуют черенок обрабатывать но мы все равно как бы монофосфатом обрабатываем это для стимуляции корневой системы идет после где-то недели через две когда пойдет первый корешок образовываться можно обработать монофосфатом или любым другим стимулятором не помешает мы все вот и вторая партия так также подписываем что у нас этот сорт плинк розовый а вот это я за черенку на другую кассету не кассету а покажу вам вариант как можно в емкости общий черенок и как по отдельности чтобы он был сейчас это я обработаю покрою пленкой вот этот способ укоренения хризантелла он удобный для садоводов у кого ранее черенкование но при этом мало места на окне например или на досветке очень мало места хочется побольше сделать рассады плане того что вот такую чеклажку можно поставить 9 10 черенков при желании можно и больше конечно но максимально мне кажется суда 9 черенков входят ним от ней максимально идеально наверно больше получится слов права лишним если больше суда ставите равно будет очень плотно они будут мешать друг другу наш blink плюсы в том что место экономить на сетку можно удобно поставить но минус то что после того как укоренится черенок его нужно рассаживать и корневая здесь переплетается общая площадь и корни между собой переплетаются травмируются конечно но с другой стороны когда вы пересаживаете вы стимулируете корневую систему чтобы она была больше пересадкой до кто-то любит просто чтобы каждый черенок был как бы за закрыта корневая система была отдельно посажем укорененный отдельно и считают без травмирования корневой системы переваливать на посадку посадку на перевалку но вот такой способ тоже очень удобно и очень хорошие тоже обработаем и закроем пленкой на сегодня весною когда тепло можно укоренить вот таким вот вариантом на окошко ставить считайте как удобно поставить стаканчики стаканчики оттару да вот такой квадрат но она получается плотно но не переваливается и разваливается и количество достаточно для вас вот этот вариант это для любителей чтобы каждый черенок имел отдельную корневую систему закрытую корневую систему смотрите у каждого наверно после сезона летнего остается ну кто тоже высаживается кассеты можно купить новую кассету и ее порезать на кусочки из кассеты которые 144 кассеты ячейки и можно ее нарезать на кусочки и поставить вот в емкость что преимущество что вы опять таки вот например сколько тут 1 2 3 4 7 стаканчиков 7 стаканчиков сюда может быть не месяца но зато вот в таком вот варианте что вы ставите кассету кусочек кассеты и емкость закрываете каждый черенок будет иметь отдельно корневую систему опять-таки например если высаживать кассету по весне ранее весне или зимние черенкования вы например у вас нет условия чтобы закрыть эту кассету пленкой или как бы надо создать какую-то мини тепличку условия чтобы закрыл закрыта было так чтобы тепло было микроклимат для укоренения а в таком варианте получается то что вы автоматически в этой емкости делаете как мини тепличку для черенка что везде везде я вниз вожу немножко торфа где-то сантиметр сантиметра полтора вот таким вот образом для чего я делаю можно положить песок это и дополнительный дренаж для емкости которую мы ставим и плюс когда у вас укоренится черенок у него пойдут корни вниз чтобы они не были просто например от пластик да там терлись и а нижние вот эта проскойка торфяная дает дополнительное питание ваша корневой системе вашему черенку но опять-таки говорю лишняя влага например вот эта кассета будет уходить туда вниз вы сами будете видеть если внизу сыровато значит вы все-таки где-то переливаете где-то еще не то что где-то вы переливаете влага уходит вниз черенок корни будут тянуться к лаги был такой вопрос задавали сколько должен будет стоять черенок на укоренение тут сугубо индивидуально все зависит от того какой температуре вы держите их на досветке если это ранее черенкование опять-таки везде всегда свои условия если это идет естественным путем когда солнечный день больше 14 часов досветка не требуется и черенок укореняется естественным путем то сроки укоренения там быстрее идут видите лишнее просто смотрите вот как бы лишний лист 2 мешает если это при помощи досветки и в зимнее время природу все равно не обманешь как бы там ни было досветка это досветка это не солнечный свет все равно черенок укореняется чуть дольше опять-таки тепло естественно тепло намного лучше конечно чем тепло которому создаем искусственно если в апреле черенок укореняется но может некоторые сорта на вторую неделю могут уже корень дать в основном все таки это три недели 1 корешки пойдут если в домашних условиях это может и 3-4 недели опять-таки есть сорта которые укореняются могут и 5 недели и корней толком не дать а есть сорта которые и за две недели пустят корешки это больше зависит от сорта и условия но в среднем 3-4 недели корешки все-таки хризантемы появляются все дальнейшем это я покажу насколько как это укоренилось и какая корневая система в такой пространстве получился такой упаковки удачным вам черенкование с вами был сад хризантем